Доброе утро! Наконец-то я добралась сегодня до пикировки томатов. Так что данное видео у нас будет про рассаду, про пикировку, про посадку розмаринчика, который уже укоренился. В общем, с розмарином у меня, именно с черенкованием розмарина, все просто отлично. Да и так, покажу обзор рассады, что у меня растет, что выросло, что не выросло, что загнулось. В общем, данное видео будет у нас о такой тематике. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Вам не сложно, а мне приятно. А еще будет очень хорошо, если вы моими роликами поделитесь в любой из своих соцсетей. Заранее всем благодарна. Все, всем спасибо, приятного просмотра. Так, буду надеяться, что все видно. В общем, вот мои томатики. Они зелененькие, почти не вытянулись. Некоторые вытянулись в самом начале. Вот эти первые три штучки, что есть, вот они. Потому что тогда не была подключена лампа, которая вышла самая первая, но вот тоже виден. Да, наверное, плохо виден. По-другому пока никак не получится. Он немножко вытянулся. Ну ладно, сейчас буду, значит, пикировать. Всю полностью пикировку я, конечно, показывать не буду, всех томатов. Ну, потому что смысла нет. Сейчас просто покажу несколько штук, но потом уже посмотрим готовый результат. Вот начну как раз с этих томатов. Заодно посмотрим, как они себя чувствуют в этой кассетке. Ну что, корешки. Так, вот они, корешки. Сейчас мы посмотрим. Видно, да? Вот, корешки проросли. То есть уже до самого дна кассетки у нас получились корешки томатиков. Сделала углубление. Конечно, очень надеюсь, что видно. У нас тут немножко темновато. И так как этот томатик у нас вытянулся, то я его буду заглублять. Ну, вообще, надо бы поглубже. Можно смело вот так вот его сажать. Ну, тут еще есть место подсыпать. Так, следующий тоже из этой серии. Это эвка. Сашина бабушка мне давала семена. Они вышли вообще самые первые. Я не ожидала, по-моему, на второй день, что ли, уже. Они вышли. В общем, я не ожидала, что они так быстро выйдут. Поэтому лампы как-то бы не было еще. Они на батарейке стояли. И по этой причине, конечно, немножко вытянулись. Но ничего страшного. Так, достаем, достаем. Даже если и без земли достанется, то это помидорка. Вот этот хорошо у нас получилось. Укоренеть отлично. Видно, да? Еле торчит. Вообще отлично. И третий собрат. Потом главное обязательно все это подписать. Потому что, как всегда, можно, конечно, забыть, перепутать. Но это обязательно сейчас я на камеру сниму. А потом уже, конечно, буду подписывать все. Не спеша, никуда не торопясь. Буду сегодня пикировать. Пора уже и в огороде кое-что посеять. Не знаю, погода у нас испортилась. Утро стояло хорошее. Но с утра мне было немножко некогда. Поэтому завтра надеюсь, что я выберусь в огород. И уже сделаю там первые посадки. Было, конечно, очень хорошо. Вот. Вот. Тоже хорошо так. Теперь прольем. Видно, как земля сразу осела. Снимаю, кстати, на зеркало. Поэтому пока еще немножко неудобно. Съемка на зеркалку отличается от съемки на телефон. Ну вот, места много. Можно будет еще подсыпать. Вот эти два точно. Ну, в общем, все. Помидорки у нас распикированы. Встали вот так вот в длинку на полку. Немножко не хватает. Ну, пока так. Здесь у меня земляничка красавица. Сейчас, наверное, тоже мы ее разделим. И перчики. Перчики красавцы. Как же их показать-то? Вот. Не знаю. Понятно, непонятно. Но перцы вот они хорошие. Только что-то стали листики закручиваться. Не знаю, по какой причине стали кучеряются листики. А вот лаванда. Одна вот... Одна не тянется. Нормальная такая. Остальная почему-то вытянулась. Тоже непонятно. И еще на одной полке тоже чуть-чуть совсем помидоров. После пикировки они такие какие-то маленькие, кажется. Ничего. Все догонят, все успеют. Тем более, я говорю, у нас изначально сейчас была карбонатная теплица. Естественно, я бы их сажала раньше. Но так как мы пока без теплицы, поэтому будут так. Вот мне сейчас на пикировку перцы. Обычные магазины. Сейчас их распикирую. Как раз есть немножко местечко на полочке. А тут у меня, значит, я посадила весь розмарин. Он тянется. Ну, что поделать. Зато у всех черенков были хорошие корни. И все-все-все черенки просто укоренились. Все до одного дали корешки. Вот тоже такие веточки. Здесь у меня лук-порей. Если успею сегодня, если нет, то завтра буду уже в огороде заниматься. Здесь трава. Не помню, какая. Там у нее лежит подпись. Так не помню. А здесь трава, которая у меня вообще не зашла. Это девяти сил. Лег почти весь. Это розмарин из семян. Вырос вообще один какой-то непонятный росток. Это лебесток. Тоже вообще ни о чем. И это и соп. Ну, хотя бы чуть-чуть есть и сопа. Все. Больше рассады у меня нет. И слава Богу. Субтитры сделал DimaTorzok.